Дорогие подписчики и зрители, перед началом просмотра просьба подписаться на канал и поставить лайк, тем самым вы мне поможете. Большое спасибо за внимание. Новокузнецк продолжит обновление парка электротранспорта. Новокузнецк – один из российских городов, регулярно обновляющий парк подвижного состава электротранспорта за последние несколько лет. В этом году в город уже поступили новые трамвайные вагоны модели 71623-04. Но на этом закупки трамваев не остановятся. Также будут приобретены и новые троллейбусы. Всего в Новокузнецк собираются приобрести 12 новых трамваев, ориентировочной стоимостью немногим более 74 миллионов рублей за единицу. Трамваи должны быть поставлены двумя партиями в течение 2020-2023 годов. При этом партия должна быть в город до 12 декабря 2022 года, а вторая партия не позднее 15 сентября 2023 года. Наиболее вероятно, что вновь будут закуплены вагоны модели 71623-04, как уже привычные для города. Такие выводы можно сделать и с требованием к новым трамваям. Они должны быть односекционными с частично низким уровнем по не менее 35%. Под это требование подходят вагоны двух российских предприятий – Усть-Катавского угодностроительного завода и Уралтрансмаш. Однако, учитывая, что ранее Новокузнецк сотрудничал с УКВЗ, то нет сомнений, что оно будет предложено. Тем более, что еще одним из требований к новым вагонам является их возможность в работе по СМЕ. А такая опция предусмотрена в Усть-Катавских трамваев. Трамваи должны отвечать требованиям доступной среды, а именно иметь аппарель, а также не менее двух мест для инвалидов-колясников в салоне. Общая вместимость трамвая должна быть не менее 150 пассажиров, причем 26 из них должны иметь возможность ехать сидя. Трамваи должны быть оборудованы системой автономного аварийного хода на расстоянии до 500 метров. Вагоны должны быть окрашены в небесно-синий цвет. В новых трамваях должны быть установлены кондиционеры и видеокамеры, Wi-Fi оборудование, USB-розетки и санитайзеры. Что касается троллейбусов, то их до конца лета 2023 года предполагается приобрести 19 единиц, 10 обычных и 9 с большим автономным ходом. 11 машин должны прийти до 12 декабря 2022 года, оставшиеся 8 до 9 июня 2023 года. В отличие от трамваев, троллейбусы должны быть полностью низкопольными. Троллейбусы без автономного хода должны вмещать не менее 100 пассажиров, имея 32 сидячих места, включая одно для кондуктора, а также одно место для размещения инвалидной коляски. В троллейбусах с увеличенным автономным ходом должно быть не менее 31 места для сидения и общая вместимость не менее 90 пассажиров. Система автономного хода должна обеспечивать движение до 20 км в час без контакта сети. Троллейбусы должны быть окрашены в красный цвет. В троллейбусах по домам трамваям должны быть установлены кондиционеры и видеокамеры, Wi-Fi оборудование, USB розетки и санитайзеры. В прошлом году в город поступили машины от ТТЗ «Горожанин». Какие троллейбусы приедут в Новокузнецк в этот раз, покажут итоги обновления тендера. Редактор субтитров А.Семкин